Количество бед вызывает старение. Человека закосило, он и в молодом возрасте может как старичок убить. Так? Вот эти плоки, если человек не прочищает, не пробивает, то он разрушает свою жизнь. То есть задача человека, когда приходит циклическое время, выстоит. Вот что такое преждевременная смерть? Человек спать лег и помер во сне. Я говорю, да что такое, тогда нет никаких гарантий. Если вы не прочищаете организм, нет никаких гарантий. Потому что время подействовало, созник блок, он истощил сердце, допустим, сердце раз остановилось ночью. И все, приказал всем долго жить. Понимаете? Если не будете аскезы совершать, то будут блоки вас уничтожать. Иди, стихами. Я вам рассказываю уже стихами. И вопрос только времени, когда это произойдет. Доктор говорит, почему мы едем перед ногами? Я же еще живой на каталке. Он говорит, ну почему перед ногами? Да, ты еще живой, но мы еще не приехали. А куда мы едем? Куда? В морд. А почему? Может быть, реанимацию? Доктор сказал, морд. Значит, морд. Понимаете? То есть, я вот на вас подъехал смотрю, у вас блоки у всех. Что это значит? Значит, осеннее пальто можно не покупать. Для весеннее. Понятно, да? Добрый доктор Тарсунов. Вот. Поэтому, мои хорошие, надо знать, что делать. Работать над собой. Завтра об этом поговорим. Все, тема закрыта. Теперь движемся дальше. Итак, психофизический слой очищается аскезами. Аскезы всасывают энергию природы в наш организм. То есть, почему блоки прочищаются? Чем они прочищаются? Они прочищаются энергией природы. Энергия вечности в природе очищается ветром. Есть такое понятие прана. В древнем знании прана означает ветер природы. Ветер природы. Энергия, которую мы засасываем в себя. Вот прана, что делает у меня? Она дает мне бодрость. Такая бодрость, жизнерадость. Бодрость, способность преодолевать трудности, силу. Это праны, значит, много. Сильный человек такой. Ага. Много праны. Это энергия ветра. Энергия ветра всасывается с помощью длительного движения. Вот человек двигается, и у него ветер начинает двигаться внутри. Понятно? Энергия воды успокаивает человека, активизирует знания, успокаивает энергию воды. И человек в воде, когда находится, он успокаивается. Вы знаете об этом? Что ледяная вода, она убирает обиду из сердца полностью. Вот если человек в ледяной воде находится, он тяжелые обиды, занозы судьбы вот этих всех. У него есть сердце. Ясно. Вот. Побеждаются. Понятно? В воде человек стоит, спокойствие напитает, спокойствие. Вода успокаивает, что это. Спокойствие – это начало знания. Если человек беспокоится, он не может ничего узнать. У него концентрации внимания нет, он беспокойный. Ничего не соображает. Успокойся, будешь соображать. Не могу успокоиться, иди в воду. Не иди нафиг там. Иди в воду. Понимаете? Вот. Постоял в воде, успокоился. Успокоился – понял. Когда человек не двигается, неподвижное положение тела совершает, вот не двигается, он закачивает в себя энергию воды и успокаивается. Пробивает с помощью стихии воды, прочищает энергию знания. Стихии прочищают энергию. Как это все происходит? С помощью стихии происходит. Поэтому, когда человек в воде стоит, еще быстрее это происходит. Деревья также дают человеку энергию знания. Они же не двигаются, стоят все время. И когда ты к дереву встал, тебя спокойнее становится. Поэтому, когда человек в стрессе находится, он… Ему надо в лес идти. В лесу он успокаивает. Кто заметил, что лес успокаивает? Вот. Видите, а если вы еще встанете, вот так будете не двигаться возле дерева, еще быстрее тогда успокойтесь. И каждое дерево, оно на свои сферы жизни еще влияет. Мы тоже об этом поговорим. Липа, допустим, лечит психические заболевания. Тополь, женские заболевания, бесплодие лечит. Клен лечит суставы, дуб позвоночник. Ива лечит желудочно-кишечный тракт, печень. А сосна лечит вирусные инфекции, мужское бесплодие. А елка лечит онкологию, опухоли. Елки, как в елке? Как в елке? Надо отбить, внимание, колобаль. Давай, давай, колобаль. Я вам все расскажу. Надо спиной вставать в дерево. Запомнили? Обнимать мужа, дерево спиной. Не спиной к мужу, а дерево обнимать. Обнимать мужа, а дерево спиной. Запомнили? Позвоночник дерева жизни. Надо наше дерево жизни, позвоночник, прислонять к дереву. И там сразу энергия пошла. Вот так это делается. Понятно? Молодцы. Изучаем все. У нас с вами юмористическое обучение. Потому что когда человек смеется, у него славится все гораздо быстрее и лучше, чем он сидит и напрягается. Поэтому все с юмором изучаем. Энергия счастья засасывается с помощью солнца. Ра – дасть. Ра означает солнце, дасть означает дарить. Когда человек постится на воде, почему на воде? Потому что очень жарко становится. Когда человек постится, ему жарко становится. Он охлаждается водой. А если у человека солнечная энергия хорошо движется, он может и на сухую поститься. Тогда он не перегревается. Но все равно у него радость накапливается внутри. Радость. Еще радость от чего идет? От людей. Радостных людей. Когда человек радость в людях видит. Есть у женщин радость какая? Как красная девушка, красная девица, красавица. Что значит красавица? Это значит любит людей. Красиво. Красно. Значит любит людей. Она смотрит на людей. Ей нравится. Люди все нравятся. Значит она красная девица, красавица. Нравятся люди ей. Она… Все люди. Им нравятся люди ей. Кто больше людей любит? Женщины или мужчины? Женщины. Мужчины по барабану стреляют вон людей. А женщины любят всех. Они не могут в них стрелять. Они рожают детей, воспитывают. Красная девица означает любит людей. Значит достойно мужа иметь. Если она любит людей, значит у ней будет человечек маленький. Чтоб она его любила. Так Бог устроил. Вот поэтому всех красных девиц выбирают, которые любят людей. А если у тебя не хватает солнца, то хотя бы на девушек смотри. Наполняйся от девушки солнцем. Девушки отдадут, девушки отдадут, если ты не женат. А если женат, на жену смотри. Я разок по WhatsApp мне девушка одна написала, женщина. Я говорю, смотри, вот она некрасивая, а сердце хорошее. Она жена говорит, чего? Что значит некрасивая? Ты что смотришь красивая, некрасивая? Вот сюда смотри. И она так мне показывается. Вот сюда. На всю жизнь не хватит. Я жену теперь, когда встречаю, сразу так раз. И она смеется. Понятно? Жена есть на жену смотри. Нечего на других красных девушек смотри. А если ты не женатый, пожалуйста, это тоже энергия солнца. То есть у женщин это красная девица, красавица. У нее в виде любви к людям солнце действует. А у мужчин в виде радости. Золотом звонким. Радость. Я их одарю. Радостью. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да так? Блоки пробиваются. Солнечная энергия. Энергия радости. Настроение дает хорошее. Понятно, да? Если у вас радости нет, тогда блоки не пробиваются. Токсины копятся внутри. Токсины первая стадия. Вторая стадия доброкачественной опухоли. Третья стадия злокачественной. Токсины это также лишний вес. Лишний вес есть, значит токсины. Вот это все токсины у вас копились. Потом дальше, в следующей стадии доброкачественной опухоли ждите. Лишний вес есть, ждите доброкачественной опухоли. Доброкачественной опухоли есть, ждите злокачественной. Это все разные стадии негативной энергии солнца, которая скапливается в организме. Все. Хотите позитивной энергии солнца? Спаситесь и радуйтесь жизнью. Человек, когда негативный настроен, в негативе живет, он нарабатывает себе онкологию. Когда в позитиве, никакой онкологии не будет. Не будет передания на ночь тоже, когда в позитиве. Человек негативные эмоции копит, объедается на ночь. Потом лишний вес, потом доброкачественную, потом злокачественную. Все просто. Итак, мы изучаем с вами тяжелое влияние, циклическое время действует, блоки создало. Эти блоки дальше копят у нас болезни, копят разрушения в отношениях. И человек начинает считать это своей натурой. Вот девушка говорит, мы с тобой жить не будем, потому что у меня неприятные чувства возникают, когда я тебя вижу. У нас несовместимость. Если я ходил к астрологу, он сказал, да, у вас несовместимость. Если бы ты ходила к психушке, тебе бы то же самое сказали. Вот, потому что причина, они несовместимость. А то, что у тебя возник блок внутри, и у тебя копится энергия знания отрицательная, которую я называю статическое напряжение. Копится статическое напряжение, у тебя раздражительность, чувствительность, ты не можешь уже с ним находиться рядом. И думаешь, мы несовместимы. Нет, причина не в этом. У тебя блок, его надо убрать, и все будет классно. Но ты думаешь, что это твоя натура. Ты уже думаешь, что это ты такая вот, и ты не сможешь с этим человеком никогда жить. И так люди сами себя обманывают. Они не знают, что блоки мешают жить, а не совместимость. Блоки мешают жить. Вот эта чувствительность повышенная мешает жить. Воля слабая тоже. У меня нет воли, все, наверное, на этой работе я работать не буду, потому что мне работа не подходит теперь. Раньше подходила, хотя я ее люблю, но теперь я не буду, потому что я теперь другая. Нет, вы не другая, надо блок пробить и работать спокойно, счастливо. Люди начинают путать, а не путать блоки с собой. Если девушка не может выйти замуж, мешает блок. Она думает, я не могу выйти замуж, потому что я некрасивая. Почему некрасивая? В зеркало смотрела, все нормально, красивая. А замуж не могу выйти, потому что мешает блок. Повышенная чувствительность. Сегодня мы вместе, завтра мы вместе уже. Все, чувствительность повышена. Неподвижное положение тела. Убираем чувствительность. Понятно? То есть развивается вторая натура у человека. То есть он думает, что он такой. А он не такой, это просто блок. Зайчик подскакивает к лягушке. Говорит, что ты такая скользкая и вонючая? Она говорит, я не скользкая и вонючая. У меня просто сейчас блок, плохой период. Я так, на самом деле, мягкая и пушистая. Сейчас просто я болею. Понятно? Поцеловать лягушку надо, зайчика. Поцеловать лягушку надо. Поцеловать лягушку надо. Поцеловать лягушку надо. Зайчика, да? Поцеловать лягушку надо. Да, у нас есть предрасположенности. Но у вас также есть воля. И способность побеждать. Вот у меня в карте, допустим, Раху в седьмом доме, там и в обычной карте, и в натальной карте. Это значит, что астролог смотрит, говорит, у тебя не может быть семьи. А я живу, живой женой живу, уже 16 лет и все нормально. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. пускай этой натальной карты моей он подотрет себе одно место понимаете потому что карта это просто объем работы это не предоставить и что-то типа все в натальной карте как бы доктор сказал моргать смор понимаете это объем работает нужно побеждать судьбу не один знакомый есть он попал в аварию и он шесть минут не дышал судьба им показал на выбор 4 варианта куда дальше потому что он жил хорошей возвышенной жизни ангарта в этих вариантах бога нет мне нужен бог я без бога не хочу ему тогда показал пятый вариант еще не по карте не по натальной карте пятый вариант это уже от бога вариант которым он лекции читает там и все прочее и он говорит вот это нормально и опять в тело назад приезжает реанимация на шестой минуте начинает дыхание он начинает жить опять все возвращается к жизни и у него там нога полностью изувечена и доктора решают то ну такую ногу спасти нельзя надо отрезать а он молится богу в это время он думает о боге и один доктор говорит нет мы спасем ему ногу и все нормально сейчас нога нормально как будто ничего не было понятно а натальной карте без ноги сейчас всем астрологам верить то все будут без ноги без руки без башки без мужа без жены без кишечника понимаете потому что это неправильное мышление судьба это объем работы это не обреченность и когда человек к астрологу идет и он астролог неправильно мыслит то человек обрекается потом он он пришел к астрологу девушка в это я в реальные вещи рассказываю девушка же вышла замуж хорошая девушка хороший парень духовной практикой заниматься пошли к астрологу он говорит у вас два брака вы обоих а это был первый и они настроились на это думают раз два брака раньше сядешь раньше выйдешь взяли развелись понимаете сходила к астрологу сказали что вылезет геморрой до этого не вылазил хочешь думать вылазит или не вылазит ну че такое должно уже же вылезти сколько так думать чтоб вылез как вы думаете сколько так думать чтоб вылезет ну недельки две подумайте вылезет жили без геморроя 20 лет теперь будете с геморроем жить почему потому что сходили к астрологу это называется неправильное мышление человека не надо обрекать понимаете астрология нужна для того чтоб человеку показать как побеждать судьбу вот я сейчас вам астрологию преподаю я вам объясняю как побеждать судьбу а не как почувствовать себя обреченным я же вам сказал что было в прошлой жизни но это вас не обрекло же правильно я вам говорю выход сказал для того чтобы был выход вот это главное что должно быть в сознании понятно поэтому будьте осторожны когда вы судьбой имеете дело не хотите к людям которые вас на что-то обрекают а теперь внимание правильный ответ если вы вышли от врача психолога астролога или другого консультанта и у вас сердце чувство что все опустилось ощущение безысходности ощущение что все плохо это значит что вас осквернили что значит осквернили это значит что вам дали знания разрушающие вашу жизнь и вам плохо тяжело стало вы чувствуете счастье в жизни это значит что вы неправильное знание получили потому что правильное знание окрыляет человека делает его счастливым разнерадостным он становится чувствует что все хорошо все мы преодолеем победим трудности и так далее один мужчина он полюбил девушку сильно полюбил девушку красивый девушка такой был мужчина тоже хороший человек понимаете и он мужчина пошел к астрологу потом ребята вас вообще полная несовместимость вам не надо быть вместе и он взял поменял себе дату рождения в паспорте потому что это было в индии а там все к астрологу ходят для астролога не женится он поменял себе паспорта дату рождения и потом дальше показал девушке этот паспорт свой она понесла к астрологу а Oldman сказал у вас czym при Conclusion совместилась. Вот. И все, они начали жить вместе. Было трудно. И когда прошло 40 лет совместной жизни, когда они уже старенькие, то она ему сказала, вот видишь, мы с тобой как прошли хорошо жизнь, потому что у нас совместимость. Если бы у нас не было совместимости, мы не прожили. Он говорит, так я дату рождения поменял, у нас никакой совместимости не было. Я просто тебя всю жизнь любил и поэтому старался, чтобы все было хорошо. Понятно, мои дорогие друзья, или нет? Ну давайте вы хлопать хотели. Мы с вами изучаем, что такое тяжелая судьба. И сейчас мы немножко углубимся в эту тему. И так вы поняли, что факторы природы прочищают блоки с помощью аскез. Если человек совершает аскез, в него заходит солнце, заходит вода, заходит энергия воздуха и человек становится счастливым. Означает активным, его жизненная позиция становится счастливой, активным. Сейчас мы с вами поговорим о степени тяжести влияния судьбы. Бывают три степени тяжести влияния тяжелой судьбы. И мы будем изучать их на примере личной жизни. Вот, допустим, первая степень тяжести, я ее называю тяжелой судьбой, просто тяжелой. Пришла тяжелая судьба. Люди общаются, живут вместе, разговаривают, общаются, но им жить стало тяжело. Вот они любят друг друга, им хочется быть вместе, они не против близкого человека, нет претензий. Но жить вместе тяжело. С какого-то времени им не стало тяжело. Поднимите, у кого такая ситуация? Вот это называется тяжелая судьба. Следующая степень тяжести называется жесткая судьба. Я так называю, чтобы вам было проще, понятнее. Жесткая означает жесть. Означает, что ты не можешь уже просто разговаривать с близким человеком. Начинаешь с ним разговаривать, сразу ругать. И единственный выход, это хороший человек, он тебя не предавал, не изменял тебя, тебя любит. Но ты чувствуешь, что ним сейчас, вот сейчас невозможно нормально общаться. Вот невозможно. То есть, кто хотите что-то ему объяснить, он или он тебе объясняет, тоже тебя трясет. И вам остается только просто не общаться близко. Жить вместе и не общаться. Поднимите руку, у кого такая ситуация? Это называется жесткая судьба. Запомнили? Жесткая судьба, это означает, что ты рядом с человеком, близко уже не можешь. Тяжелая судьба, можешь близко. Можешь общаться тяжело, но ты можешь выдержать. Жесткая судьба человек не выдерживает. Жесткая судьба сильнее человеческих возможностей. Запомнили? Что-то не выдержит, что он общается близким человеком. Это длится какое-то время. Жесткая судьба или тяжелая судьба не длится вечно. А если у вас все хуже и хуже отношения портятся, это не жесткая судьба, это не тяжелая судьба. Это значит, что вы неправильно живете. Вы копите блоки у себя, ленитесь, не хотите правильно жить, не хотите прощать, терпеть, не хотите верно жить. Тогда будет все копиться и будет разрушаться все. Если корову кормить целлофанными пакетами, она рано или поздно начнет выдавать бензин вместо молока. Это не то, что у нее тяжелая судьба пришла и у нее бензин пошел. Нет, причина неправильное питание. Если человек неправильный образ жизни ведет, судьба тут ни при чем. Понимаете? Не можете прощать близкому человеку, не видите в нем хорошего ничего, не хотите верно себя вести, не хотите служить, заботиться о близком человеке, то значит будет копиться все хуже и хуже и хуже. И так же блоки это делают. Пришел плохой период, у нас все хорошо было, а вот с какого-то момента все хуже, хуже и хуже. Мы старались все, но все равно разрушилась семья. Почему? Потому что не совершали астезы, не причащали блоки, стало тяжело жить, не выдержали, разошлись. Количество бед вызывает старение. Я думаю, только количество бед. А что побеждает беды? А беды побеждает любовь. Там песня в этой поется, припевка. Количество бед вызывает старение. Я думаю, только количество бед. В любви не важно, утро или вечер, минуты или долгие года. Любовь это движение навстречу. Оно не прекратится никогда. Да. Ну то есть, если вы стараетесь, если вы преодолеваете, побеждаете, то все получится. А если решились разойтись, как в море коротки, то ничего не получится. Понимаете, есть правильное мышление, есть неправильное мышление. Вот допустим, жесткая судьба действует, человеку тяжело, и он принял неправильное мышление. Тогда все будет хуже, будешь плакать и будешь расходиться. И это плохо. Это означает, что у тебя неправильное. Ты не знаешь, что плохая судьба закончится, и вы опять можете быть вместе, а ты берешь и принимаешь решение расходиться, когда действует жесткая судьба. Потому что тяжело вместе, а те хочется легкой жизни. Понимаете, что жизнь — это экзамен, это труд, а не балдеж. И поэтому люди бросают просто так друг к другу. Понимаете? Это неправильное мышление. Это не то, что судьба. У нас судьба так подействовала, мы разошлись. Причем судьба? Вы не знаете, как правильно жить. Вот жесткая судьба действует, вы лезете друг к другу, лезете, сгораете, и потом как пружину вот так вот, если сжимать, 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 потом... и они разлетаются. Так и жесткая судьба. Если пришла жесткая судьба, не лезь к близкому человеку. Начни жить своей жизнью. Время пройдет, опять будьте вместе. Готовь, стирай, убирай, заботься о близкому человеку. Не лезь к нему. Желай ему счастья на расстоянии. Близко — тяжело. Жесткая судьба. Нельзя. Вот, допустим, вы же знаете, таблички такие бывают. Туда нельзя ходить, там обрыв, там еще что-то там. Провод какой-то, допустим, идет по земле оборванный. Или трясина, болото. Ходить нельзя. Ты говоришь, я пойду. Ну иди. Потом в реанимации лежит. Зачем я пошел туда? Я же что, читать не умею что-то? Не знаешь, как действует жесткая судьба? Тебе говорят, что мужу сейчас не подходи. Потому что действует жесткая судьба. Нет, пошла выяснять. Ну пошла, получил по зубам. Кто виноват? Печально, да. Неправильное мышление. Ходили психологи, он оказался псих. Ой, хороший. Хорошо смеется тот, кто смеется без последствий. Все, изучаем дальше. Итак, жесткая судьба, не расстаемся. Если захотите расставаться, включаем песню. Бутбай, Малу, Бутбай. Слушаем. Вспоминаем лекцию. Как все смеялись. Жесткую судьбу надо подождать. Терпите. Вот интересно, вот люди так, вот допустим, зуб болит, терпят люди, терпят. Сильно болит? Терпят, сильнее. Еще сильнее болит, еще сильнее терпят. Ждут, когда вылечат зуб. Вылечили, ура! Не тоже так, типа, зуб заболел? Ой, ура! Сем палец заболел? Отрезаем. Ребен капризничает? Пошел нафиг. Мы же так не думаем. А с мужем тяжело? Пошел нафиг. Что за мышление? Забор, допустим. Забор сидит человек. Он же ждет. Он же, типа, да не буду я какать! Такого же нету. Он ждет, когда покакает. Надеется и верит. Так? Жесткая судьба. Стул жесткий. Не выходит. Жесткая судьба действует. А с мужем сразу пошел нафиг. Ну что это за мышление? А дождать? Маму, маму. Маму, маму, это я, это я. Мама сидит такая. Нет, Суну. Мама, это я. Жесткая судьба. Ладно, мой хороший. Движемся дальше. Итак. Запомнили жесткая судьба или нет? Надо ждать, терпеть. И надо расходиться. Но вы не сможете терпеть, если вы будете сближаться. Если вы будете сближаться, будете сгорать. Жесткая судьба сжигает людей. Она не щадит. Люди рукаются за последним, лезут друг к другу и рукаются. Лезут и рукаются. Есть видосики, вот смешные, про животное. Когда действует жесткая судьба. Собака решила с кошкой познакомиться. Такая лезет к ней, та. Собака раз отошла, опять лезет к ней, та. Та отошла, опять лезет. Отошла, кошка ехать, как тянет по носу. И та. Побежал. Нефиг было лезть. Жесткая судьба, не подходи. Муж жене подходит. Давай поговорим. А тебя нет меня. Жесткая судьба. Ей тяжело, у нее нет возможности разговаривать. Нет, опять подходит, опять подходит. Результат какой? Как тяги по носу. И он. Все. Классика жанра. Чувствуешь тяжело, не лезь. Будет только хуже. И люди потом обижаются, расходятся. Жесткая судьба через кого будет действовать? Мне один человек подходит. Говорит. Я, говорит, духовной практикой занимаюсь. Вокруг одни только возвышенные люди. Почему? Мне так с ним тяжело. Я на них все бежаюсь. Я говорю, вы что, уже очистили свою судьбу полностью? Говорит, что, судьба на вас не действует? Он говорит, действует. А вы с невозвышенными людьми общаетесь? Нет, только с возвышенными общаетесь. Тогда через кого она будет действовать? Только через возвышенных людей. Вот она тебя и мучает через возвышенных людей. Слава Богу, что они через придурков мучают. Нет, только через придурков мучают. С кем общаешь, через тобой мучают. Запомнили жесткая судьба, тяжелая, жесткая. Теперь есть жестокая судьба еще. Жестокая судьба – это не жесткая судьба. Если жесткая судьба мучает, то жестокая судьба ломает, она не мучает. Она приходит не мучить, она приходит ломать. И люди этого не понимают. Вот представьте, допустим, вы ругаетесь с человеком, спорите, а он бандит-рецидивист. И он с ножом стоит. Чувствуете разницу? Вы решили поругаться, отстоять свои права. Если вы знали, что он с ножом, что он может зарезать, вы пойдете к нему права отстаивать свои или нет? Нет. Правильно сделайте. Почему? Потому что есть жесткая судьба, а есть жестокая. Судьба жестокая, она разрушает правильное понимание жизни людей. И поэтому Моисей, вот эта жестокая судьба – это особый вид судьбы, который надо изучать, изучать, изучать серьезно. Потому что люди, когда с ней соприкасаются, они не знают, что им делать. Поэтому Моисей принес заповеди. Зачем он их принес? Он принес, чтобы показать, что есть красная линия, за которую человек, когда заходит, он назад сам, вернуться не может. Его надо наказывать. Или говорят, не наказывайте, будьте гуманными. Гуманизм в чем заключается? В том, чтобы исправить человека. Но если человек изменил жене, он сам уже назад не вернется. Его надо наказывать, понимаете? Измена – это означает, что человек перешел в красную линию. Все, Моисей принес заповедь. Он сказал, вот там красная линия. Назад не возвращаются люди. Корабль плывет, есть ватр-линия, знаете? Ниже ватр-линии вода опускается, значит корабль потонет. Но сейчас он не тонет. У нас же не тонет сейчас корабль. Он сейчас не тонет. Но когда начнется шторм, он потонет. И ничего вы не сделаете. Поэтому не грузите корабль ниже красной линии. Если муж изменил, он вроде бы все нормально. Ничего не будет нормально. Если он изменил, значит будет тонуть. Потому что так действует жестокая судьба. Измена означает вход в другую жизнь. Вы вошли в другую жизнь. Это уже другой человек рядом с вами. Он по-другому относится к вам, к детям. Вы еще этого не знаете, но скоро узнаете. Вы удивляетесь потом, почему он перестал любить моих детей. Все же хорошо у нас было. У вас не было все хорошо. Измена предательства, воровство, лжесвидетельство, когда людей очерняют, убийство, грабеж, попытка отравления человека и так далее. Отнятие имущества. Это называется жестокая судьба. Жестокая судьба, когда приходит, ты не можешь уже как раньше. Это мой родственник Олег Иначеевский, он у меня своровал деньги. Почему у меня с ним отношения не строятся? Потому что это уже другой человек, это не тот, как был раньше. Он же зашел за красную линию, он уже не может жить нормально. Он не может с тобой нормальные отношения строить. Вот между вами любовь закончилась. Но это продолжает быть твоим родственником. Вот здесь поэтому все сложно. Вот допустим, муж изменил, ты можешь его бросить или нет? Нет, бросишь, будешь наказан. Можешь с ним жить? Близкие отношения строишь? Можешь? Нет. Почему? Потому что надо изучать, что такое жестокая судьба. Вот ты, допустим, муж, некоторые женщины так делают. Одна ко мне пришла на консультацию. Интеллигентная женщина, работает в высокопоставленных структурах. Пришла им кухни-то на консультацию, не может спросить вот так вот, потому что на ней нельзя ее скрывать. У нее здесь серьезное положение. И она говорит, Олег Геннадьевич, у нас все нормально в семье было. Муж, так как высокое положение, знаете, корпоративная культура, там баня, проститутки, там и так далее. Начал изменять. Я ему говорил, не надо так, надо по-другому. Он ничего не понимает. Я решил это принять. Живу, как обкаканное. Вот чувствую, что мое чувство достоинства разрушается. Хороший человек, прекрасный, я его люблю, рядом находиться не могу, в постели лежать с ним не могу, не могу жить с ним. Близкие отношения с кровью, как чужие с ним, потому что чуть-чуть начинаю с ним разговаривать, и я чувствую, что у меня все просто опускается внутри. Я не могу принять его предательство, то, что он предает мне. Называется жестокая судьба. А я говорю, у вас нет знания. Вы не понимаете, как правильно строить отношения с жестокой судьбой. Потому что муж здесь ни при чем. Вы в прошлой жизни изменили, и в этой жизни получили тот же результат. Когда человек убивает в прошлой жизни, в этой получает насилие. Когда изменяет, получает измену. Это жестокая судьба. Туда не ходи, с ней башка попадет, больно будет. Ну то есть нельзя этого делать. И человек, когда делает, он получает дальше серьезные проблемы в своей жизни. Называется жестокая судьба. Она говорит, а я не знаю, о чем мне делать. Я говорю, а вот первое, что вы должны понять, правило. Когда, допустим, жесткая судьба действует или тяжелая, тогда надо терпеть, прощать, стараться сохранить отношения, все стараться сохранить, семью. А когда жестокая судьба действует, что надо сохранить? Себя сохранить надо. Потому что если жестокая судьба действует, человека ломает, у него разрушается чувство собственного достоинства. Вот знаете, что если у женщины чувство собственного достоинства разрушается, она красивая будет? Вы знаете, что красота действует через благочестие человека? Вот добрый человек делает дела, человек делает, женщина добрые дела делает, что с ней происходит? Красивая становится. У женщины все в красоту идет. Вот она много-много добрых дел сделала. Много в жизни добрых дел сделала. И она потеряла себя, свое достоинство. Ее добрые дела будут видны или нет? Она будет красивой или нет? Нет. Когда у человека чувство собственного достоинства опускается, человек теряет удачу в жизни. У него никакой красоты нет, никакой счастья нет. Двадцать минут. Время. Ничего не сделают. Вот. Надо сохранять семью или нет? Надо. Потому что это вас Бог соединил. Но как ее сохранить можно, когда действует жестокая судьба? Надо понять, иметь знание, что первое, что когда жестокая судьба действует, это твоя судьба. Это не муж действует, не измена действует мужа. Первое, что надо понять, что тебя наказывает Бог за то, что ты делал в прошлом. Вот это очень важно. И очень важно понять в самом начале. Потому что человек, вообще он абсолютно не понимает, что происходит. Его предают, его обманывают, у него жизнь начинает рушиться, когда действует жестокая судьба. И в это время надо понять, что в это время судьба что с тобой хочет сделать? Она хочет тебя сломать, чтобы ты стал несчастным, замученным. Солдат пришел в учебную часть служить. И на него начала действовать жестокая судьба. Прапорщик ему дал лом и говорит, что подметает плац. Он подметает плац, подходит к прапорщику и говорит, дай метлу, я лучше подмету. Прапорщик говорит, да мне не надо, чтобы ты лучше подметал. А солдат говорит, да что тебе тогда надо? А мне надо, чтобы ты замучился. Жестокая судьба не надо, чтобы вы хорошо делали. Ему ей не надо, чтобы все у вас было нормально. Ей не надо, ей надо только вас ломать. Ей надо просто, чтобы вы замучились. И поэтому, когда действует жестокая судьба, что нужно человеку делать? Сохранить себя. Чтобы сохранить себя, надо держаться подальше от того, кто совершает насилие. Если он изменяет, держись подальше от него. Ты не можешь жить вместе, не можешь разводиться. Остается только одно – жить отдельно. Жить отдельно. И надо проверить человека, проверить. Потому что предательство бывает обратимым и бывает необратимым. И твоя задача, как ты искупляешь вину перед Богом? Ты человеку даешь шанс. Ты ему дашь шанс, Бог тебе даст шанс. Он тебя простит за прошлый поступок, если ты простишь его. Но прощение не означает «иди ко мне целоваться после измены». Нет. На расстоянии находимся и говорим человеку сначала себя, да, надо сохранить. Приходим в себя сначала. Это требует времени. Когда человек приходит в себя, он говорит «раскаешься, будем жить вместе». И ставишь срок ему. Если он раскается не хочет, срок прошел, ставишь точку и разводишься, и не плачет. Значит, такова твоя судьба. А если будешь плакать без него, значит, разрушишь свою жизнь. Почему? Потому что Бог дает человеку, а не твое упрямство. Если он не хочет меняться, значит, у тебя нет выбора. Или ты разрушаешь себя и живешь с ним, или ты сохраняешь себя и живешь без него. Так действует судьба. А вот жестокая судьба означает «тяжело». Жестокая судьба ломает людей, понимаете? Она не для легкой жизни приходит. Давайте посмотрим, как люди встречают жестокую судьбу. Песню послушаем. Песня «Все цветы на дорогах земли». Мы друзей. Защиты спрощали. Плечи зены. Простить не могли. Ничто на земле Не пропустит бесследно И юность ушедшая все же бесследна Как молоды мы были, как молоды мы были Как искренно любили, как верили в себя Все так же Первый край мы уже отыграли И одно лишь сумели понять Чтоб тебя на земле не теряли Чтоб тебя на земле не теряли Постарайся, себя не теряли Мы всех друзей за ошибки прощали Лишь измены простить не могли Ну то есть ты, если с изменой начал целоваться Твоя психика сгорела Чувство собственного достоинства сгорело Ты стала некрасивой, никому не нужно Он все равно тебя бросит этот человек Я знаю случаи, когда человек до того обнаглел Что приводил любовницу домой В соседней комнате жена терпела С ней там спал И оперный театр создавал там с ней В соседней комнате Она все это слушала Это песнопение любовное, понимаете? Ну дура Есть же всякие люди Я изучал эту тему, когда учился в медной студии Я пришел в психбольницу И там смотрю, нормальный мужик стоит Доктор говорит, шизофрения Я говорю, какая шизофрения? Я говорю, как ты себя чувствуешь? Он говорит, нормально Я говорю, а какие у вас способности? Он говорит, я умею читать стихи А какие стихи вы знаете? Он говорит, Евгения Онегина наизусть Я нифига себе Я говорю, какая шизофрения Смотри, человек Евгений Онегин Наизусть читает Доктор говорит, ну давайте Послушаем, как он читает Начал читать Евгений Онегин Выразительно читает, круто вообще Очень красиво Мы заслушались Вот несколько студентов Стоит слушаем И когда очень сильно он такой рассчитался Он встал на стул и снял штаны Продолжает читать Я говорю, зачем он снял штаны? Он говорит, чтобы больше впечатлений было Это шизофрения Понятно? Вот, а поэтому она и пришла туда спать Потому что люди разные бывают Белый, желтый, красный Внешне кажется хорошим человеком Только внешне Надо изучать, вы удивляетесь людям Вот когда жестокая судьба приходит Не надо ничему удивляться Понятно? Бывает мужчину встретил А оказался не мужчина А? Да, вот отдумала мужчина А он оказался не мужчина Ну да, у меня желтая Ивana Я не верю, я воротницу, я верю, я воротницу. Что? Я с каждого лесною стороной Увязался чёрт со мной Удумала мужчина, что с чёрт со мной Помернула я второй Снова чёрт идёт за мной Блюнула на плешину И упоклону к лешину Понятно? Я, говорит, Олег Геннадьевич с ним уже пять лет общаюсь Чего он меня замуж не берёт? Потому что у него всё созрело Кроме мужчины Вот у него всё есть, кроме мужчины А мужчина означает ответственность Не означает, что всё выросло Означает, что ответственность есть Вот это мужчина А если ты думаешь, что мужчина это что-то другое Тогда постричалась пять лет, уже привязалась А замуж не зовёт Замуж означает ответственность Вот ты посмотри, полгода Повстричайся И пойми, ответственность у него появилась Или нет А потом уже замуж Иначе Иначе Что за чертовщина Думал Думал, а мужчина Что за чертовщина Вот Вот И так Жестокая судьба Олег Геннадьевич У меня Знаете, у меня родственница одна Она у меня деньги постоянно просит Это вот сейчас вот Вильнюсе Деньги, говорит, постоянно просит И я не знаю, что делать Я ей даю, даю, она всё просит Даю всё просит Я говорю Надо строгость проявлять Она говорит Я ей строгость проявил Она вообще заплатировала Мой телефон Ну, радуйтесь Она говорит Мне Мне её жалко Так это твои проблемы Она обнаглела уже Она Тебя вытаскивает Кровь твою Всосёт Это уже что означает? Это означает Жестокая судьба Она хитро может действовать То есть Эта родственница уже не такая Как раньше Она обнаглела Единственный способ Ей помочь Это наказывать её Нет другого способа На этой кричи Будет только хуже Она потом на тебя будет злиться Кричать везде Будет на тебя сплетничать Потому что Когда человек Перешагнул черту Он уже не соображает Что делает Он начинает Козни строить всякие Понимаете? Он с ума сходит И ему надо наказать Не накажешь Он дальше будет с ума сходить Ничего не поможет Потому что Жестокая судьба Когда приходит Нужно наказание человеку Поэтому Иисей принёс заповеди Чтобы было наказание Без наказания Не поможет ничего Изменять начал Дистанция Ждёшь Когда раскается человек Не раскаялся Год Точку ставишь До свидания Чтобы помочь Молись Делай добрые дела Помогай человеку Прочищай свою судьбу Сделай так Чтобы он раскаялся Это другое дело Это надо делать обязательно Мы об этом будем говорить Серьёзно Как настраиваться на человека Есть внутренний настрой Есть наружный Люди путают это всё Вы поняли? Что надо себя сохранить Это первое Второе Понять силу жестокой судьбы Или у меня есть силы Я стараюсь вернуть человека Но только через раскаяние И раскаяние Это не означает Сказать Я больше не буду Нет Раскаяние это путь Он сказал Больше не буду Хорошо живём вместе Без активных отношений Ждём Когда в сердце Отпустит Сердце тебе подскажет Господь в сердце Тебе подскажет Что всё нормально Человек проходит какое-то время Человек хорошо себя ведёт Тебя сердце отпустило Всё Можешь простить Но это путь надо Чтобы он прошёл А то он опять Это же Рецидивист он уже стал Он перешёл через Красную линию Значит он может опять Сорваться Изменить И так опять Потом опять И так 25 Понимаете А ты же ему веришь Как бы уже поверил Нет Надо ждать Жестокая судьба Означает ждать Не всё так быстро и просто Жестокая судьба означает война Жестокая судьба это война Бывает война между странами Бывает война в семье Предательство произошло Измена Сражается Сражается За свою любовь Сражаться означает В семье Не то что взять И уплебить Нет Это другое Это любовь Поэтому Очень важно понять Что когда люди Ну Красная черта не пройдена Всегда внутри Строгость Человеку должна быть А снаружи доброта Ты ведёшь себя очень мягко Прощаешь Но внутри всегда Строго В какой-то момент Ты знаешь Что надо Применить наказание Люди если расслабляются В семейной жизни Все хорошо Строгости нет Человек наглеет начинает Когда человек Изнутри строгость чувствует Вашу Наглеть не будет Чуть-чуть Не так что пошло Раз Чуть-то дистанция Не разговариваем Он чувствует строгость Держит себя в руках Всё Но когда жестокая судьба пришла То строгость снаружи надо Надо чтобы человек Тебя ломать будет Понимаете Ему он не только бросить хочет Он тебя хочет уничтожить Понимаете Женщина говорит Как же так Он бросил меня с детьми И ещё мне пишет Сдохнешь Потому что действует Жестокая судьба Он тебя ломает Это нормально Так действует Жестокая судьба Ты как бы не ожидала Да? А да вот бывает Жестокая судьба Близкие люди Начинают тебя ломать Издеваться над тобой Отнимать собственность Многие женщины подходили Может отнимать собственность Отнимать детей И говорят Если будешь вот так себя вести Я обсужу у тебя ребёнка Это жестокая судьба уже есть Всё Не надо с этим человеком вести себя уже Как с человеком Который враждебно настроен тебе Не надо с ним в салочки играть уже Это опасно Но если ломает через ребёнка Сыстокая судьба будет ломать Это значит что тебе надо себя сохранить Надо внутри доброту По отношению к человеку А снаружи строгость Не пускать в свою жизнь его Не давать ему влиять словами на вас Влиять поступками Держаться Сохранять себя Понять что не надо переключаться на события Сохранить Те ребёнка рядом с собой Не сохранить Сейчас не важно Важно Чтобы Вы сохранили себя